Итак, сегодня мы поговорим о такой, обсудим такую тему, как школа в облаках. Напишите, пожалуйста, вы цепанула ли вас удаленная работа и дистанционное обучение? Вынуждены ли вы были работать в дистанционке в период карантина? Вот лично наш учебный центр серьезно зацепило. Мы сами были на карантине, безусловно, как и все. Кроме этого, учебный процесс сложно остановить. У нас достаточно много слушателей, которые хотели бы узнать, как работать с интерактивной доской, интерактивной панелью и рядом других решений. И пришлось быстро осваивать и быстро преобразовывать наши учебные планы и структуру наших занятий для того, чтобы сделать их интересными даже в дистанционном формате. Это было весьма непросто. И наша встреча «Школа в облаках» сегодня будет посвящена именно дистанционному обучению. И главное – возможностям смарт-дистанционного обучения. Все мы знаем, как обычно проходит дистанционный урок. Ну, думаю, что с детьми чуть пожестче можно было бы их контролировать и сказать «включите все видеокамеры и оставьте их включенными, я должна видеть, что у вас со мной» и так далее. Со взрослыми чуть сложнее. Вот в рамках курсов повышения квалификации бывает очень сложно наладить обратную связь от слушателей. И, конечно же, многим легче попутно слушать вебинары, и не так часто люди участвуют активно. Однако мы для себя открыли такое решение, как Smart Clean Suite Online. Это облачная платформа от компании Smart, доступ к которой у вас тоже есть. Он появляется вместе с лицензионным ключом. И есть возможность добавлять на эту платформу свои уроки. Даже если у вас лицензионный ключ закончился и больше не действует, вы все равно можете пользоваться публичной платформой. И в бесплатном режиме меньше объема хранилища уроков. Но все функции, весь функционал полностью работает. Что же мы сегодня, о чем же мы сегодня поговорим? В первую очередь мы поговорим о смешанном обучении, о этой технологии. И раньше она была, не знаю, как недооцененной, я бы сказала, потому что большое количество наших учеников говорили нам, да, мы не будем никогда это использовать, нам никогда это не пригодится. Но в связи с дистанционным обучением многие люди задумались сейчас, а действительно, у нас можно часть уроков проводить в онлайн-режиме, можно совмещать разные виды деятельности в рамках предмета, и почему бы нам не использовать смешанное обучение. После того, как мы кратко обсудим технологию смешанного обучения, мы еще познакомимся со Smart Learning Suite Online. Я бы хотела вам рассказать об этом продукте, потому что он действительно хорош и позволяет транслировать занятия, перенести деятельность детей в дистанционном формате, в совместное пространство занятия и наладить обратную связь с вашими слушателями, ну или с вашими детьми. И третьим пунктом мы постараемся преобразовать стандартную презентацию, которая уже есть у каждого учителя, презентацию урока, в интерактивную, буквально в несколько щелчков мыши. Это действительно просто в Smart Learning Suite Online, и я бы хотела с вами этим поделиться. Ну, прежде всего, я вот вижу, что у нас два комментария о том, что дистанционное обучение прошло, и, может быть, даже сейчас, я знаю, школа переходит на гибридное обучение в случае, если ученик заболевает или кто-то в его семье заражается коронавирусом, его помещают на больничный, он 2-3 недели выключен из образовательного процесса, и поэтому сейчас придумывают способы, как включить таких детей в взаимодействие в школе, в взаимодействие в классе, на уроки. Вот для этого всего можно использовать разные облачные технологии. Что же такое облачные технологии? Сейчас облачные технологии очень набирают очень большую популярность, и наша команда учебного центра тоже использует Яндекс.Диск, Google Drive, Другбокс для того, чтобы хранить свои данные и делиться в том числе и со своими учениками необходимыми материалами. Облачные хранилища удобно использовать и в школе, если, например, вам необходимо распространить какую-то информацию, или попросить ваших родителей в школе, или слушать, или заполнить какие-то контактные данные, или ответить на несколько вопросов, или провести, например, собрание родительское заочное, вы можете использовать, например, формы Google или формы Microsoft для того, чтобы создать тест или опрос, и дать возможность вашим респондентам на него ответить. Ну и кроме этого, сейчас достаточно большое количество компаний разрабатывают программы удаленные, которые даже не требуют установки на компьютер. Если вы откроете Google Документы или Google Таблицы, вы увидите, что в браузере вы можете работать в полноценном Excel, в полноценном Word, например, при использовании Microsoft, и давать, например, доступ к совместному редактированию. То есть сейчас даже уже на программы не нужно будет ученикам устанавливать для того, чтобы ими воспользоваться. Ну и кроме этого, существует специализированное программное обеспечение, оно также находится в браузере, то есть это интернет-странички, какие-то облачные решения. И это такие программы, вот я не знаю, насколько сталкивались, не сталкивались, вот здесь представлена Bionic и Kahoot. Kahoot – это система тестирования, такая игрофицированная для детей. Очень рекомендую вам для работы. Кроме этого, есть, например, Learning Apps, такой портал. Еще есть огромное количество разных интересных проектов у нас, если у вас в вашей школе есть астрономия. Там огромное количество интерактивных заданий, разных интересных проектов. Вы можете использовать и специализированное программное обеспечение. Все это находится в облаке и позволяет дистанционно передать детям тот или иной учебный материал. То есть вы можете создать тест в Kahoot или игру в Learning Apps, или, например, дать доступ к документу, и ваши дети прекрасно смогут дистанционно из дома использовать эти программы и проходить учебный материал по вашему задуманному сценарию. Не быть брошенным в этом процессе. Что же такое смешанное обучение? Хотела бы у вас узнать. Знаете ли вы что-то про смешанное обучение? Если знаете, напишите, пожалуйста, об этом. Например, да, или плюсик для того, чтобы я понимала, насколько подробно об этом рассказывать. Пока жду ваших плюсиков, пока в двух словах расскажу о книге. Очень вам рекомендую. Книга называется «Шаг школы. Смешанное обучение». По QR-коду вы можете скачать ее бесплатную версию. Она есть в интернете тоже. Она распространяется бесплатно. Можно найти ее в печатном виде. И в этой книге описана технология смешанного обучения с нескольких сторон. Со стороны учителя, со стороны ученика, со стороны администрации школы и со стороны самой концепции смешанного обучения. То есть что предполагалось, как реализуется смешанное обучение в школах. Есть несколько пилотных школ, которые взялись за эту технологию. И сейчас смешанное обучение представляет собой следующее. Смешанное обучение – это образовательный подход, который совмещает обучение онлайн и обучение с участием учителя. Смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля учеников, образовательного маршрута, времени, места, темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем онлайн. В чем главная изюминка этого метода? Главная изюминка в том, что сама система преобразуется. То есть у нас пропадают уроки в привычном понимании, а появляется, например, такой урок, такой метод смешанного обучения, как перевернутый класс. В чем его суть? Суть в том, что перевернутый класс предполагает обучение и освоение учебного материала не в классе, а дома. То есть ученику предоставляются видеоматериалы, лекции, и ученику предоставляются какие-то коротенькие дополнительные статьи. Небольшие примеры разбираются в течение этой видеолекции, и ученик проходит дома основной учебный материал самостоятельно. Он может еще дополнительно посмотреть списки литературы, почитать материалы, и после изучения материала, освоения этого материала, ученик приходит в класс и осуществляет отработку того материала, который он изучил дома. Безусловно, от учеников требуется очень большое усилие волевое и хорошо развитые навыки самоконтроля. И, конечно же, все занятия в модели первого класса, скорее всего, не могут быть реализованы в образовательной системе школы. Но мы всегда можем включать такие уроки. Например, я знаю, что в некоторых школах есть в каникулярной неделе такие интересные межпредметные события, например, когда неделя русского языка и неделя математики. Мы можем предложить вот в такой системе перевернутый класс реализовать такой небольшой отрывок времени, когда дети попробуют изучать предмет совсем с другой стороны. Один французский педагог проиллюстрировал, создал такие смешные иллюстрации, в чем же отличие обычного класса от класса в смешанном обучении. Что здесь происходит? Он предполагает, что в обычном классе очень много времени уходит на копирование информации. Учитель сообщает, например, по истории, рассказывает, сообщает тему, и дети как под копирку пишут все необходимые данные из этой лекции к себе в тетради. Практикуется ребенок в одиночестве, дома, наедине с самим собой, у него возникают вопросы, можно их задать только родителям, потому что все вопросы уже могут... То есть он вне школы, и нет контакта с преподавателем, и поэтому он такой грустный и печальный и уходит изо дня в день школы. Что же происходит в перевернутом классе? В перевернутом классе ученик дома изучает по коротким видео тему. То есть не предполагается, что он сидит и там, не знаю, в течение 45 минут изучает основную тему там по математике, потом еще 45 лет на русский и так далее, и так далее, и уже в 3 часа ночи заканчивает. Нет, все видео короткие, не больше 7 минут. После этого он приходит в школу и занимается совместной отработкой материала, где он может задать вопрос учителю, поработать в группе, уточнить информацию, которую он изучил по коротким видео дома. Учителю есть время помочь каждому ребенку, поскольку уже не тратится время на изложение материала. Ну и, конечно же, появляется время на учебные проекты. Я понимаю, что в теории это очень красиво звучит, и хотелось бы, чтобы в каждой школе прям так раз, и все перешли на такую модель перевернутый класс. Ну, конечно, в современных реалиях действительно дети, которые натренированы слушать лекции в школе, им будет достаточно сложно перейти на самостоятельное изучение, и они могут потерять мотивацию. Но, однако, как я уже говорила, можно элементы смешанного обучения внедрять в обычный вообще образовательный процесс. И в качестве иллюстрации я бы хотела вам предложить небольшой видеоролик. Может быть, вы уже его видели, может быть, вы слышали об этом человеке. Это учитель физики из Одессы. Этот человек вне смешанного обучения сам решил создавать учебные видео по физике. Он руководствовался своими мотивами. У него еще до пандемии в его физико-математическом лицее, к сожалению, дети часто болели. И он решил начать записывать видео. И был таким первым, таким энтузиастом, первым человеком. Сейчас я вам включу это видео. Оно коротенькое. И после этого мы продолжим. Все началось с карантинов. Был такой год, когда у нас в один учебный год было два карантина. И, в общем-то, дети где-то месяц не занимались, физика не позволяет отстать на месяц и потом это наверстать. Поэтому пришлось некоторые уроки физики наиболее такие сложные снимать просто на видеокамеру в пустом классе. Дети болеют. Зима. И просят, Павел Андреевич, мы можем по скайпу смотреть ваши уроки. Я говорю, пожалуйста. Все-таки ребенок на этом уроке присутствует. Но только один. А если заболело несколько человек... Раз, два, три. Соп. Ну ладно. Я остановлю пока на время. Я думаю, что вы сможете... Я вам ссылку пришлю на это видео. Если дома, вы сможете ознакомиться с полной его версией. Сейчас мы просто не будем отвлекаться на него. В чем тут суть? Учитель физики был таким энтузиастом и был первооткрывателем, создателем таких уроков. Можно сказать, дистанционных уроков или уроков для смешанного обучения, гибридного обучения и так далее. Он действительно ходил с ноутбуком в руке и показывал тем, кто находится у него на связи или записывал видео. И первые видео, конечно, у него получались очень... Ну, неудобно ему было записывать, но он не сдавался. И действительно, сейчас его канал набрал огромное количество просмотров. И дальше в этом видео он говорит о том, что уже много раз к администрации YouTube к нему обращалась с просьбой разместить рекламу, ну и предложением разместить рекламу, но он намеренно не размещает ее, потому что его мотивация – это рассказать детям как можно большему количеству о физике, показать и объяснить очень сложные процессы физические, просто, элементарно и дать доступ каждому к вот этим знаниям. На его канале огромное количество комментариев, люди уточняют, и дети ему пишут, и взрослые ему пишут, уточняют информацию, он снимает ролики и так далее. То есть если захотеть попробовать трансформировать образовательный процесс, все только в руках учителя. И здесь важный момент – не сдаваться. Вот хотел бы вам еще показать такой класс, два класса, точнее, сверху вы видите обычный класс. Я думаю, что каждый может такой класс узнать, а внизу класс, созданный с учетом требований для смешанного обучения. Ну, что здесь можете вы увидеть? Можете увидеть, что внизу, это, кстати, российская школа, это кабинет английского языка, вот вы видите, там появляется литература, математика и так далее. Какие характерные особенности? В обычном классе у нас существует одна доска, и все дети, они как в театре занимают места друг за другом и не видят друг друга, они видят только учителя. В смешанном обучении предполагается, что класс делится на группы, дети общаются, взаимодействуют друг с другом и взаимодействуют с учителем и могут в этой коллаборации получить дополнительный опыт. Кроме этого, для удобства детей внизу есть не одна интерактивная панель, в данном случае интерактивная доска, а целых три интерактивных доски для того, чтобы из любого угла ребенок мог увидеть и получить полный обзор того, что сообщается на уроке. Кроме этого, одна из групп оснащена компьютерами, и здесь есть возможность поработать самостоятельно, изучить тему и что-то узнать, и заняться самостоятельным поиском информации. Вы знаете, что сейчас поиск информации является чуть ли не ключевым навыком 21 века, потому что очень сложно объяснить ребенку, как именно искать информацию, какой есть алгоритм поиска, как не нарваться на неверную информацию, как найти первоисточник и так далее, и так далее, и так далее. И в связи с этим есть еще одна модель смешанного обучения, это ротация станции. И здесь, как вы видите, класс делится на три группы. Первая группа в классе это группа, которая начинает работать с учителем. Вот она. Ой, мышкой не очень удобно, сейчас я сотру получившуюся полоску. Первая группа, это группа, которая работает фронтально с учителем. Учитель кратко рассказывает тему, дает какие-то может быть, напутствия или наставления о том, на что стоит обратить внимание при изучении темы, на что интересно посмотреть более подробно, и так далее, и так далее. В этой части урока дети узнают непосредственно тему, узнают направление своей дальнейшей деятельности. После этого группа переходит на станцию работы в группах. Здесь ребятам дается задание разработать, может быть, какой-то проект или, может быть, какую-то учебную презентацию, или изучить то или иное явление, или что-то еще. И в группах они разрабатывают совместный план, совместную стратегию дальнейших действий, разделяются на команды, делятся на команды, придумывают, кто что, какую часть будет делать, и после этого переходят в онлайн-обучение, то есть уже самостоятельную работу. Если необходимо, можно воспользоваться информацией в интернете, если необходимо, можно открыть PowerPoint или какие-то другие программы, например, там, Swave, Microsoft, и начать создавать совместный проект. После этого они возвращаются к учителю и уже сообщают о своих итогах своих работ. Соответственно, три группы одновременно начинают. Кто-то начинает с того, что учитель рассказывает темы, кто-то начинает с планирования разработки стратегии, кто-то начинает с того, что проходит тему онлайн. Все три группы в течение занятий меняются станциями и таким образом работают над своим проектом. То есть здесь смещается фокус. Не учитель рассказывает, то есть как бы не учителю необходимо рассказать информацию детям, а детям необходимо получить информацию от учителя, от онлайн-ресурсов или книг для того, чтобы сделать тот или иной проект. Это значительным образом преобразует саму систему. Ну и теперь мы поговорим немножко о Smart Learning Suite Online. Мы попробуем в этом ресурсе сейчас посмотреть урок и попробуем вместе в нем поучаствовать. HelloSmart.com Мы попадаем на сайт приветственную страницу для ученика. Здесь поскольку мы уже заходили, у меня появляется выбор между уже посещенными классами. У вас скорее всего будет таким образом показана приветственная страница. Здесь написано Добрый день ученики. Присоединитесь к своему классу как гости. Я запускаю урок, который я заранее для вас подготовила и после того, как учитель запускает урок, он может пригласить всех своих учеников. Здесь может открыть баннер HelloSmart.com и класс ID 433-487. Сейчас я вам копирую для того, чтобы вам было удобно. я вас прошу зайти на сайт HelloSmart.com вставить номер класса 433-487 Next и добавить имя. Ваше имя. Оно может написано быть на русском, на английском, как угодно. Вот здесь в этой рамке последний раз я пользовалась именем ученик, поэтому оно сохранилось. После того, как ученик подключается к уроку, как вы видите, у учителя появляется сколько подключено участников. Сейчас я вижу, что ни одна я, ни одинока мне будет еще подключился к нам Александр и Влад. Отлично. У нас уже три ученика. Что мы видим? Напомню, что с левой стороны вы видите, как ученики видят все, что происходит в уроке, а с правой стороны это вид учителя. Соответственно, в случае, например, проведения урока непосредственно в классе мы, скорее всего, вид учителя раскроем на полный экран и сможем пользоваться. Сейчас для того, чтобы вы все видели, мы разбили на два экрана. Какие тут есть интересные преимущества? Во-первых, пока учитель не переключит страничку, ученик не сможет ничего изменить. Ну, то есть, пока эта страница сообщающая информацию, да, здесь обложка урока и дальше будет информация. Я переключаю страницу и у вас тоже она переключается. И первое, что я попрошу вас сделать, это ответить на несколько вопросов. Мы сейчас запустили шаблон, который называется «Мозговой штурм». У вас будь то с телефона, будь то с компьютера, на компьютере появилось окошечко и в этом окне я попрошу вас написать существует ли в вашем городе переработка и каким образом она осуществляется. Вот, например, в нашем городе рядом с домом поставили контейнеры для разного вида мусора. Может быть, у вас как-то иначе или у вас есть какие-то пункты переработки мусора, может быть, у вас есть также мусорные контейнеры для разных видов мусора. Напишите об этом, пожалуйста. Как только вы написали в этом окошке, нажмите «Отправить» и ваше сообщение появится на нашем рабочем столе, то есть на рабочем столе педагога. Жду ваших... Можно написать, если сложно по поводу мусора написать высказание, можете написать просто улыбочку для того, чтобы увидеть, как работает эта система. Соответственно, педагог видит на своем рабочем столе, будут появляться, вот видите, в режиме реального времени, такие небольшие послания от учеников, можно их открыть на большой экран и посмотреть, что уже написано. Можно, вот, например, мусороперерабатывающий завод «Флагман» существует. Отлично. Можно, например, переключаться между комментариями, если их много и не хочется следить, какие комментарии были открыты, какие нет, можно вот просто переключать между комментариями. Если вы видите, например, вы можете закрыть трансляцию экрана на время проведения мозгового шторма, то есть, пока дети пишут, чтобы они не видели ответы друг друга, вы знаете уже, что это можно сделать, используя, например, если мы говорим о работе оффлайн, непосредственной работе на компьютере, вы можете использовать шторку, ее можно вызвать и из системного меню, смарт, я просто здесь вижу, что оно не запущено сейчас конкретно, у вас здесь есть такой значок смарт-ноутбука, можно открыть системное меню и вызвать шторку, тогда не будут видны комментарии. Дождаться, когда все комментарии будут даны, и вот здесь вот, сейчас я найду стрелочку, вот здесь вы можете использовать настройки и, например, поставить опрос на паузу, если сейчас вы попробуете написать что-нибудь на, ну, что-нибудь, какую-то заметку оставить у вас не получится, потому что в данный момент я поставила на паузу, и эта пауза может позволить вам вместе с учениками обсудить, если вы видите, что мозговой штурм зашел не туда, вы можете сказать стоп, 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 давайте сейчас посмотрим, что здесь происходит, обсудить с ними, объяснить ситуацию или, например, вы поняли, что дети не пишут из-за того, что их имена видны на общей трансляции, вы можете выключить имена, и тогда вы видите, вместо имен появляются просто точки, кружочки, и неизвестно, кто это высказывание написал, однако вы, как учитель, всегда сможете увидеть, можете опять открыть имена и посмотреть, кто из учеников высказался, если вам необходимо поставить, например, оценки за работу, ну и здесь можно еще дополнительно изменить количество сообщений, которые может отправить один ученик, то есть если у вас, например, учеников много, то вы можете поставить, что один ученик может дать только один ответ, и тогда после отправки первого сообщения будет написано, что спасибо большое, что вы справились и так далее, кроме этого вы можете, например, поставить таймер, запустить его на одну минуту или больше, на две минуты для того, чтобы дисциплинировать своих учеников, то есть когда ребенок видит, что там осталось столько-то времени, ему легче написать обратную связь. Соответственно, мы с вами разобрали, что у кого-то перерабатывающий завод, у кого-то контейнеры мусора и двигаемся дальше. Здесь на этом сладе небольшая инфографика о том, как перерабатывается мусор, что если его, например, складывать на свалки или использовать сжигание мусора, то достаточно много отходов остается на свалках. Если просто его складывать, то до 86 отходов только 10 на переработку идет, и если сжигать мусор, то тут ситуация чуть получше, но все равно 61% мусора остается на свалке. Соответственно, свалки увеличиваются в масштабах, их становится много, они загрязняют окружающую среду, и все это, безусловно, негативно отражается на городе, потому что в черте города появляется огромная свалка. Что же можно сделать? Действительно, раздельный сбор и переработка мусора могут позитивно влиять на сокращение объемов отходов для захоронения. почти уменьшается до 80%, можно сократить до 20%, остается для захоронения отходов, и это уже чуть облегчает ситуацию, и позволяет еще и до 80% отправлять сырья на производство товаров и вторичную переработку. Безусловно, подлежат переработке не все отходы. Есть отходы, например, которые перерабатываются на 100%, если это чистое стекло, которое без всяких примесей, без всяких добавок, то стекло перерабатывается вообще 100%. Бумага, к сожалению, через 5-7 переработок она теряет свою структуру, целлюлоза теряет свою структуру, и, к сожалению, уже не может быть использована в переработке. При плавлении лома используется значительно меньше энергии, чем при его производстве, и поэтому уже переплавлять банки консервные или какой-то другой лом значительно удешевляет производство новой упаковки для продуктов или, может быть, хранения каких-то инструментов, хранения инструментов и так далее. для каждого пластика безусловно есть своя технология утилизации, об этом технологии утилизации написано, промаркировано скорее на дне бутылки или там контейнеры и так далее, и каждая маркировка свидетельствует о том, как можно использовать эту пластиковую тару, какую-то тару можно греть, какую-то нельзя и так далее, и так далее. И особого отношения требуют батарейки, лампочки, другие виды отходов, которые собираются в отдельные боксы и их перерабатывают отдельным образом. Если мы просто будем выкидывать лампочки батарейки выкидывать в мусорное ведро, то они, к сожалению, очень долго разлагаются, наносят ущерб окружающих людей и, скорее всего, на этой свалке, где находятся батарейки и другие отходы, к сожалению, уже она будет очень долго восстанавливаться и экосистема и так далее. Поэтому стоит их собирать отдельно. Ну и в нашем городе есть введена не очень давно система сбора отходов, сейчас это два контейнера, остановились на этом, долго экспериментировали в разных районах, ставили и отдельно контейнеры для пластика и все остальные отходы. Есть в нескольких парках аж до пяти контейнеров для различных отходов. В кафе, в ресторанчиках есть специальные контейнеры, в которых можно выбросить отходы и рассортировать их и так далее. В итоге выяснили, что самый оптимальный способ разделить на смешанные отходы и на вторсырье. Во вторсырье можно положить пластик, металл, стекло, макулатуру, а смешанные отходы средства личной гигиены, емкости и пищевые отходы. Соответственно, вот мы с вами немножечко прошли или немножечко ознакомились с темой урока. Теперь пришло время отработки. Ну, хотела бы отработать материал и для того, чтобы ученик закрепил его и так далее. Что я могу сделать? Вот здесь вы видите, есть управление уроков. Lesson Pacing. Что можно сделать? Можно управлять уроком. Учитель может управлять уроком, а может управлять уроком ученик. Если я вот сейчас включила Student Pacing, то есть управление уроком ученику, то у ученика, во-первых, появляется сообщение об этом, а во-вторых, вот здесь активизируются кнопки перелистывания слайдов. Я вам даю возможность самостоятельно попробовать разные задания и поучаствовать в этих заданиях. Достаточно нажать на кнопочку «Старт». И в первом задании необходимо рассортировать предложенные отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Здесь интерактивные задания из коллекции Smart Lab, которые мы проходили в прошлый раз на прошлом занятии. Например, стекло – это перерабатываемый отход. Мы по прошлой информации знаем, вы можете перетаскивать этих обезьянок и узнавать правильно и неправильно вы думаете. Эти задания никак, сведения об этих заданиях не приходят учителю. Они нужны для того, чтобы ученик самостоятельно отработал полученную информацию. Сам для себя понял, хорошо он знает материал или нехорошо. Здесь тоже определение переработки отходов. Здесь вы можете добавить блоки. Деятельность заключается в обращении с отходами блоки с целью обеспечения их повторного использования в народном хозяйстве и получении сырья, энергии, изделий и материалов. После того, как я расставила блоки в правильном порядке, я могу проверить свои ответы. Ну и теперь мы переходим к, наверное, самой главной изюминке Smart Learning Suite онлайн, это создание раздаточных, индивидуальных раздаточных материалов и совместной работы учеников, дистанционной совместной работы учеников. Я сейчас верну, надеюсь, что вы успели немножечко поиграть в игры. Я верну сейчас управление в свои руки. Сейчас у вас пропали кнопки управления, переключения между слайдами, и если вы находились на другом слайде, то Smart Learning Suite онлайн вернул вас на ту страничку, на которой сейчас находится учитель. Я могу открыть рабочий стол, на нем будут появляться имена учеников, которые нажали кнопочку старт. Вот я нажимаю старт, то есть я приступаю к выполнению задания, и мое имя, сейчас после загрузки страницы, видите, да, вот ученик появляется на экране. Что можно сделать? Вы видите, вот здесь у нас появилась панель инструментов. Если вы открыли этот урок на мобильном устройстве, у вас вместо этих инструментов три точки, нажмите на три точки, у вас появится панель инструментов. Вы можете что-то вписать, вы можете добавить текстовый комментарий, и вы можете добавить картинку, если это необходимо, можете найти в коллекции в поисковике Bing, например, яблоко, или, например, если у вас на компьютере загружено есть изображение, вы можете вот здесь нажать выбрать изображение и загрузить его из компьютера. Соответственно, я перетаскиваю яблоко, пожалуйста, здесь оно появляется, я могу уже с ним работать, могу перетаскивать и так далее. Учитель в режиме реального времени может зайти на страничку каждого ученика и видеть изменения в индивидуальном раздаточном материале в режиме реального времени. К сожалению, Александр пока ничего не написал. Сейчас посмотрим, может быть, Влад написал что-то, пока нет, увы. А, у нас картиночка появилась, отлично. Да, я вижу, какие изменения происходят на страничке человека и, например, как учитель могу дать ему какую-нибудь обратную связь. То есть, например, вы уж простите, я здесь у вас по хулиганю, например, могу поставить оценку за выполнение задания или, например, поставить плюсик, что задание выполнено правильно или минус, или плюс-минус. Ну, то есть, любые комментарии дать. Также можно написать, добавить текстовые замечания или комментарии, можно добавить картинку или, если, ну, учитель хочет как-то, например, ученик все правильно сделал, но вот не в правильном порядке картинки разложил. Учитель может прямо на его листочке, например, поменять картинки местами. И у ученика это все отразится. Вот я могу сейчас вам включить себя, своего ученика, да, я вот могу переставить яблоко, и оно также переставится, синхронно будет переставляться у ученика. Конечно, все зависит от качества связи, то есть, от качества интернета, там, безусловно, может быть небольшая задержка, но она незначительна. Соответственно, после того, как вы прошлись, посмотрели ученика, есть возможность вот здесь, вот видите, в правом верхнем углу есть кнопочка «Дан». Как только ученик нажимает кнопочку «Дан», у учителя высвечивается вот такой зелененький, зелененькая галочка. То есть, я вижу, что вы, как ученики, закончили, и я могу посмотреть вашу работу. Отлично, вот у нас есть привет. Отлично. Да, вот все втроем мы закончили работу, я могу посмотреть на это. Если вдруг ученик, ну, например, я написала какой-то комментарий, что вот тут переделать, вот здесь там, например, непонятно, что, да, вот на этот вопрос ученик не ответил. Я сказала, нужно переделать, ученик наживает опять на эту кнопочку «Эдит», то бишь «Редактировать», снимается галочка, и я могу продолжить исправлять свою работу, там, как-то поправить ее, здесь такое, есть возможность. кроме учителя есть его пространство для того, чтобы не портить рабочие листы учеников, ученик может показать на своей копии листа. Это очень удобно. Так, двигаемся дальше. Общий раздаточный усерд, вот у нас здорово, что у нас 4 человека, я могу показать вам деление по группам. Соответственно, после того, как учитель запускает начать совместную работу, у учителя появляется выбор, как организовать учеников. Ученики могут, поскольку у нас четверо, разделиться на 2 группы, на 3 группы, но, видимо, в какой-то группе будет меньше, неравное количество учеников, и на 4, то есть у каждого будет индивидуальное пространство, либо всех добавить в одну команду, и тогда все вместе мы будем работать. Ну, давайте мы добавим 2 команды для того, чтобы я вам могла показать. Еще один момент. Смотрите, там все ученики разделились по командам автоматически, но если учитель видит, что, например, в команде 2, одни отличники, а там в команде 1 не достает ресурсов, то есть они не равны, мы можем, например, перетащить, самостоятельно рассортировать учеников по нашей задумке, по нашей необходимости. Соответственно, мы запускаем совместное пространство, и после того, как мы его запустили, больше не будет возможности добавляться новым ученикам. Поэтому здесь важно, чтобы все ученики сразу, сначала зашли на эту страничку и только после этого ее активировать. Итак, сейчас, в отличие от предыдущего индивидуального раздаточного листа, вы работаете в группе. вот давайте откроем команду номер два, Александр и Владимир, Влад, не знаю, Влад, Владимир, извините, если я путаю, здесь вы можете работать совместно, то есть вы можете добавлять свои комментарии, рукописные, можете добавлять картинки, в этом задании необходимо добавить несколько картинок для того, чтобы показать, с чего нужно начать сменение. например, я считаю, что изменения стоит начать с малого, например, сейчас, не знаю, найдет, нет, скворечник, нужно, сейчас весна и можно создать скворечники для того, чтобы птицам было где поесть, такие вот красивые скворечники будут украшать город, тоже поможет сохранить планету, я могу тут добавить и я замечу, мы все вместе видим изменения, которые происходят на листе и все вместе можем редактировать эти изменения, то есть я могу подвигать изображение другого человека и другой человек может подвигать мое, к сожалению, здесь нужно учитывать специфику, однако, казалось бы, что вот мы все вместе во все увидения можем писать, добавлять разную информацию, здесь совершенно недавно появилось нововведение это возможность увидеть, кто создал этот материал, я вижу, что этот материал добавил учитель, а эту картинку добавил Влад, то есть я могу установить авторство, это нужно в том числе для того, чтобы увидеть вклад каждого ученика в работу над проектом, то есть не получится так, что один ученик все делает, а вся остальная команда смотрит, вот я вижу, что у моего ученика к нам подключился пользователь в Russian и пока что не добавил никаких комментариев, поэтому этот листочек пуст, то есть команды работают независимо друг от друга и не видят результатов работы другой команды, однако, если я как учитель переключу на команду номер один, я могу показать, продемонстрировать результаты работы команды номер один, ну то есть вот ученик вписывает что-то, оно также появляется на рабочем везде. Кроме этого, когда учитель понимает, что нужно перейти, например, на другой урок, или учитель открыл не тот урок, или один урок, один документ это изложение материала, а второй специальный рабочий тетрадь для самостоятельной работы. Я могу нажать меню, закончить урок, у учеников будет написано, что подождите, сейчас ваш учитель вернется, я могу открыть пример урока, поговорить об искусстве, начать его, и ученику ничего не надо делать для того, чтобы запустить новый урок, то есть он автоматически запустится на всех устройствах, подключенных к кабинету этого конкретного учителя, и я также могу переключать между уроками, увидеть всех учеников, поговорить уже о чем-то другом. И напоследок я бы хотела вам показать, как же можно обычную презентацию, вот у нас осталось всего 10 минут, и как за 10 минут обычную презентацию превратить в интерактивный урок. Я сейчас отключу наш урок, вы можете выходить из этой вкладки, так, это у нас был ученик, так, и покажу вам со стороны учителя. Все тот же hellosmart.com позволяет перейти, сейчас я открою заново, только наверное в этом браузере, сейчас, одну секунду, оп, сейчас компания смарт очень серьезно вкладывается в развитие именно облачного решения hellosmart.com вы можете использовать короткую ссылку hellosmart.com ой, и зайти как ученик или как учитель на сайт, так, сейчас, одну секунду, вот, присоединиться к классу, вот, стандартное меню, да, вы нажимаете hellosmart.com, он переходит на страницу suite smarttech.com и предлагает вам зарегистрироваться, если вы учитель, вы нажимаете вот здесь, вы учитель, посетите suite smarttech.com либо можете набрать прямую ссылку suite smarttech.com и попадете на главную страницу SmartTest Suite Online. Здесь она пока что на английском языке, поскольку сейчас очень большие изменения происходят внутри этой системы, она локализуется в скором времени, но пока что на английском языке, однако напомню вам, что в любом браузере есть перевести на русский язык, вы можете перевести, это безусловно будет машинный перевод, но этот машинный перевод поможет вам сориентироваться, если вы не владеете английским языком, здесь достаточно мало чего написано, легко можно адаптироваться. Замечу, что у нас у всех с вами единый план, все функции работают, и единый план он вместе с лицензией предоставляется, необходимо в админпортале при регистрации ключа добавить почты преподавателей, которые будут использовать SmartLine Suite, и тогда у них автоматически появится возможность зайти и использовать полный единый план SmartLine Suite онлайн. Если у вас вдруг закончилась лицензия или ее не было, то вы можете использовать бесплатный план, здесь всего 50 мегабайт на ваши уроки, ну это примерно 2-3 презентации, но я думаю, что в принципе это и неплохо, вы можете добавлять презентацию, делать ее интерактивно и включать детям при необходимости. Все функции также работают, как вы видите, списки идентичны, как в бесплатном плане, так и в платном плане. Соответственно, здесь вы нажимаете начать работу или войти в личный кабинет, если вы уже зарегистрированы, и регистрация происходит при помощи учетной записи либо Google, либо Microsoft. Вам необходимо зайти в почту Google, подтвердить, что именно вы заходите и вас автоматически перебросит в личный кабинет преподавателя. Вот так выглядит личный кабинет преподавателя, сверху будет написано ваше имя, здесь можно edit class, здесь можно изменить, переназвать класс, можно назвать как предмет ваш, можно что угодно, написать, можно изменить баннер, то есть по умолчанию он такой из голубого в фиолетовый переходит, но вы можете, например, поставить любую картинку, например, если у вас биология, вы можете здесь цветочки, листочки поставить, если у вас там физика и химия, можно там элементы периодической таблицы поставить, ну, то есть что угодно. Компания Smart даже предлагает перед уроком личный кабинет украшать какой-то картинкой в тему будущего занятия, чтобы ученики могли начать догадываться, что же, что же, что же будет на нашем уроке. Кроме этого, вот здесь можно изменить, ну, то есть можно включить или выключить доступ учеников как гостей. Сейчас мы с вами, когда на уроке присутствовали, вы зашли как гости, и вы написали свое имя самостоятельно. Безусловно, ученики могут написать разные имена в процессе урока. Во имя избежания неловкости и во имя избежания припираний с учениками вы можете запретить доступ к гостям, и тогда ученику необходимо будет войти в урок, только используя свою почту в Microsoft или в Google. То есть если у вас в школе есть образовательный аккаунт в Microsoft или в Google, это будет достаточно удобно просто сделать, можно зайти по своей домашней почте, тоже возможно. Там подтягиваются только имена и почтовый адрес для того, чтобы каждый ученик заходил с правильным именем и адекватно отображался в системе. Кроме этого, вы знаете, что в начале дистанционки с Zoom вышла небольшая неловкость, учителя начали публиковать свой Zoom ID урока в социальных сетях, и туда на урок в Zoom добавлялись такие местные тролли, которые срывали урок. Или, например, ученик с телефона заходил в класс под каким-то нереальным именем и начинал всячески провоцировать учителя. Если ваш ID скомпрометирован и вы видите, что к вам добавляются дети не из вашего класса, то вы всегда можете сбросить ID класса, он поменяется, и, соответственно, заново всех добавить, заново сообщить этот номер своим ученикам. Соответственно, в библиотеке достаточно много у нас, мы часто проводим занятия, используя «Смарт-нет-свит-онлайн», достаточно много разных материалов, в том числе и наш урок про сбор мусора, вот он, да, и здесь у нас большая зеленая кнопка «Добавить активность». При нажатии на эту кнопку мы увидим несколько пунктов. Что же можно добавить? Мы можем добавить документ в документ, ну, смарт-ноутбука, презентацию или PDF-файл. Я вам рекомендую, если вы будете добавлять документы, лучше всего, например, добавить, сохранить презентацию в PDF и добавить его как картинки. Тогда не нужно будет в редактировании тратить время на блокировку объектов, которые не предполагают интерактивности, как это в нашей презентации. Соответственно, мы выбираем, я вот подготовила материалы для нашего урока, сейчас я еще разочек зайду на рабочий стол, материалы. Мы добавляем презентацию урока сюда и она преобразуется, то есть даже есть единый документ в PDF, он разбивается на странички и слайдами добавляется. Что еще мы можем добавить? Мы можем добавить видео в YouTube и в Smart Learning Suite Online, так же, как и в Smart Notebook, добавлены специальные фильтры, которые не дают возможности добавить какие-то непотребные материалы. То есть избавляется от рекламы, фильтрует информацию, можете добавлять учебные ролики, не переживая, что дети увидят что-то не то. Вы можете начать все с чистого листа и добавить белую страницу. Кроме этого, вы можете добавить активности обычные, да, Game Based Activities, то есть активности Smart Lab, тот же самый Monstric, вы видите, и здесь на самом деле добавлено еще несколько шаблонов, которых нет в Smart Notebook. Кроме стандартных шаблонов, вы здесь можете увидеть шаблон, который называется нахождение слов, то есть с одной стороны будут написаны и перечислены все слова, которые необходимо найти, с другой стороны будут буквы алфавита, в данном случае на английском мы можем использовать русский алфавит в перемешку и нужно будет искать слова. Кроме этого, есть Team Quiz, это такая более для более старших детей форма тестирования. Принцип следующий, что дети разбиваются на несколько команд, от двух команд до хоть четырех. Каждый ученик сам за себя отвечает на вопросы теста на своем устройстве, это может быть мобильный телефон, платшет, компьютер, что угодно. Если ученик отвечает верно, то заполняется круг его команды. Если ученик отвечает неверно, то ему пишут, извините, этот ответ неверный, и этот ответ никуда не уходит. С одним выключенным вариантом он все равно вернется в выборке. Вот видите, здесь просто очень быстро перескакивает. Он все равно вернется, и ребенку необходимо дать правильный ответ. Пока он не даст правильный ответ, этот вопрос никуда не исчезнет. Соответственно, чья команда быстрее всего и правильнее ответит на вопросы, и выиграет соревнование, ее круг заполнится быстрее. Круг заполняется, пока все участники команды не ответят, круг не заполнится до конца. Ну, и еще одна активность memory match это карточки. Мемори, наверняка, вы сталкивались с такой игрой, необходимо найти две одинаковые. Ну, здесь вот, например, предлагают, например, добавить буквы алфавита и слова на эту букву. Необходимо найти вот B и бананы. То есть такая вот тоже игра есть только в облачной системе. После того, как мы добавили материалы, простите, я не могу в материалах найти саму презентацию, поэтому открою уже загруженную, у нас появляются все слайды в том же порядке, что и, например, в вашей презентации или в PDF-документе. И теперь мы можем сделать их интерактивными. Как это сделать? Мы нажимаем вот на эту кнопочку плюсик и здесь мы можем добавить игры, например, которые мы с вами обсудили. Да, суперсортировка у нас была, например, мы отделяли перерабатываемые и неперерабатываемые отходы. Можем использовать парочки, можем добавить слайд игровой шоу, слайд с игровым шоу. Вот, например, здесь мы можем нажать редактировать и здесь дописать что-то или добавить картинки и так далее. мы можем несмотря на то, что, например, вы загрузили PDF-документ, мы можем всегда менять местами слайды. Например, я решила, что мозговой штурм как-то в начале будет неинтересен, может быть, в конце и в самом конце, например, в качестве рефлексии добавить его и спросить, как вам, понравился ли вам урок. Можно менять местами, можно добавлять видео. Например, вот я могу добавить видео из YouTube, безусловно, так как я бы вам не рекомендовала, не проверив видео добавлять мусора. Мы нажимаем переработка мусора, вот здесь выбираем необходимый документ, необходимую видеозапись. Лучше всего, конечно, например, добавить на свой канал эту запись и уже из своего YouTube-канала ссылочку по посылке перейти. Есть лайфхак для того, чтобы найти свое видео, его в первую очередь нужно сделать доступным для общего доступа и разрешить встраивание в этого видео. Если вы вначале поставите какой-нибудь специальный символ, числовой или цифровой символ, то его будет найти легче. То есть 003 там переработка мусора, скорее всего, так в YouTube ролики назвать не будут. Поэтому поиск его найдет быстро. Ну и вот мы подумали, что неплохо было сначала, например, посмотреть, как в Швеции, какие в Швеции молодцы. Ну, например, вот так, да, поговорим о том, что сейчас сбор мусора достаточно, тяжело собирать мусор и очень много отходов остается о том, как перерабатывать мусор, что происходит в вашем городе и в конце посмотреть видео про то, как другие страны справляются с переработкой. После этого мы закрепим знания в упражнениях, дадим задания детям вот здесь, да, индивидуальное задание или совместное задание и в конце соберем обратную связь. Кроме всего прочего, не так давно появилась возможность добавлять голосовые комментарии учителя к каждому слайду. Если вы отправляете это задание, можно отправить, это задание можно проходить не только в режиме реального времени, но и поделиться с учеником в качестве асинхронного обучения, в асинхронном обучении поделиться с учеником дать ему доступ, чтобы он проходил занятие в свободном режиме. Для того, чтобы было ученику все понятно, здесь можно добавить запись, сделать запись на страничке, например, инструкцию, как выполнить это задание, и эта запись останется на страничке. Не забывайте писать правильное название ко всем документам для того, чтобы было легко найти в библиотеке, поскольку нет иерархии по папкам в библиотеке пока что необходимо будет использовать правильные имена. Кроме этого, вы можете добавить, я об этом еще не рассказываю, есть у вас установлены панели Smart, то вы знаете, в андроиде на белой доске есть такие манипуляторы, то есть интерактивные шаблоны, есть графические органайзеры. Это уже готовые схемы и таблицы, которые можно в один клик добавить и уже сразу в них что-то писать. Например, мы будем наверное этапы переработки мусора с детьми будем повторять. Сейчас я найду этот шаблон, так сразу и не заметишь. Вот, этапы переработки. Вот я добавила этот шаблон к нам в нашу презентацию и для того, чтобы перед самостоятельной работой, например, перед самостоятельной работой я вместе с ребятами еще раз закреплю, что за чем идет, как идет, путь мусора например, объясню, или попрошу их путь мусора показать. Любую, любую страницу, будь то загруженная из вашего документа страница или белый чистый лист или вот интерактивный шаблон можно превратить в активность индивидуальный раздаточный материал или пространство для совместного взаимодействия. Индивидуальный раздаточный материал вот такой вот листочек с ручкой пространства для совместного взаимодействия это такой чат. Соответственно, я могу нажать и все. Здесь можно еще написать название этого листа для того, чтобы при его включении сразу сообразить, что там будет, какое задание я дам ученикам. Вы можете его редактировать И при редактировании вы можете опять выбрать, будет ли это пространство совместного взаимодействия или общая активность. Иногда, вот, вы знаете, в торопях вы выбираете не то, и дальше можно изменить это. Либо посмотреть превью, то есть посмотреть, как это будет выглядеть у учеников. Если можно что-то дописать от руки, если это необходимо заранее на уроке, или что-то добавить. Все, да, мы все сделали. Да, ну, безусловно, страницу удалить можно, нажав на мусорное ведро, и тогда страница удалится. Больше, я так понимаю, и вот здесь вот вы можете к уже написанному добавлять текст и картинки, если необходимо, да, там вы можете белый лист включить. И вы предполагаете, что... Внимание! Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы.